Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что делать, если меня раздражают многие звуки на рабочем месте? Я места себе не нахожу. Вообще, я сама по себе очень чувствительна. Любая мелочь может вывести меня из колеи, будь то запахи или звуки. Если с запахами можно бороться, то со звуками сложнее. Я сижу в кабинете с начальницей коллег, они старше меня на 30 лет. И они очень своеобразные. У них громкие голоса, они любят трындеть. Именно трындеть, а не говорить. Без перерыва. Это бесконечный бубнёж. Они могут сидеть, комментировать свои действия в компьютере, озвучивать, что делают. Начальницы ещё постоянно ездят в рабочее время, именно в кабинете. И жавкают при этом. Когда грызёт, тоже издаётся звук. Но я же работаю всё-таки, а не в кафе сижу. Почему я должна слушать эти звуки в рабочее время? Когда мне нужно сосредоточиться, я работаю с цифрами. Ещё у них обоих громкие звуки стоят на телефоне. У начальницы сильнее. Близко всему она совсем разговаривает по громкой связи. Меня очень сильно это напрягает. Иногда даже сама начальница пугается своего звонка. Что уж говорить про остальных. Самая же себя я веду тихо. Телефон у меня на вибро. На рабочем месте не ем. Только пью чай. Может, есть какие-то советы, чтобы снизить эту чувствительность? Насчёт советов не уверен. Потому что советов психологи не дают. Вот. И совершенно точно, что... давать вам совет какой-то. Ну, не зная вас, да, не зная каких-то ваших особенностей, не зная каких-то ваших индивидуальных нюансов, да, вот. Давать совет я бы, пожалуй, в этом смысле несколько бы проостерёгся. Потому что в таком случае, в случае, когда, ну, допустим, вот мы вас не знаем, да, но вот в этих случаях, на мой взгляд, советы могут даже, я бы сказал, навредить, на мой, по крайней мере, взгляд. Советы вполне способны оказать эффект совершенно обратный, нежели чем тот, который вам бы хотелось. Поэтому именно конкретно советов давать я бы не стал. На что хочется обратить внимание на то, что вы, как-то вот, по сути, по сути дела, вы не раскрываете суть того, что именно вас раздражает. То есть, ну, вы говорите про звуки, которые вас раздражают, вот. И, в принципе, как бы, ну, я понял, что, что вас эти звуки, ну, действительно напрягают, вот. Это я понимаю, что они вас напрягают, но идея, ну, моя идея заключается в том, что вряд ли вас раздражают именно сами звуки. То есть, если честно, я думаю, что дело не в звуках, немножечко. А дело в том, что эти звуки означают для вас. То есть, то есть, вполне возможно, что громкость человека, его какая-то активность, может означать для вас нарушение ваших личных границ. и поскольку, ну, скажем так, прямо ваши личные границы никто вроде бы не нарушает, то есть, вот, именно прямо, да, впрямую, вот. То есть, никто не, ну, не посягает, ну, конкретно на вас, например. То, на мой взгляд, речь идёт, ну, больше или скорее, речь идёт о том, что вы сами, вот вы сами, свои личные границы, по-видимому, сдавливаете. То есть, вы сдавливаете их, вы нарушаете их сами. То есть, вы говорите, что ведёте себя очень тихо. То есть, такое ощущение, что вы стараетесь сжаться. Вы стараетесь, условно говоря, стать невидимым. Понимаете? И вот, когда человек пытается стать невидимым, то, естественно, само собой, его будут раздражать. А, ну, когда другие люди ведут себя более как-то активно, чем он. Да? Вот. Это, в данном случае, абсолютно нормально. Поэтому я бы сказал, что, ну, вот, с моей стороны, скажем так, проблема заключается именно в том, что вы чересчур пережимаете себя. Сами себя чересчур пережимаете. Вот. И, на мой взгляд, вам нужно поработать немножечко со своими личными границами, чтобы иметь их расширять. Ну, по крайней мере, так мне это видится. Сейчас. Вот. Что ж я могу сказать. Потому что раздражение, это, по сути дела, злость. А злость возникает тогда, когда человек как раз таки чувствует, что его личные границы нарушены. И это действительно так? Это... Это действительно так. Действительно. Ваши границы, ну, ваши границы нарушаются. Вот. Понимаете? Но вы на это не реагируете. То есть, вы не просите, условно говоря, людей быть потише, вы не разговариваете с ними. Да, вы не делитесь с ними, ну, какими-то своими, как бы, ну, аспектами, чтобы люди, вот, знали, что вы, что вам нравится, что нет. Понимаете, да? Поэтому тут еще важно выражать свои ценности. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго.